Религиозные деятели продолжают борьбу с экстремистскими проявлениями и распространению идеологии терроризма в республике. Делают это с помощью благодатного слова. На этот раз профилактическая беседа проходит в стенах топливно-энергетического колледжа в Очулках. Гости сегодня зачитывают строки Корана, где говорится о необходимости толерантного отношения к людям разных национальностей и уважительного отношения к другим конфессиям. Субтитры создавал DimaTorzok С развитием средств массовой информации и социальных сетей люди все чаще поддаются влиянию лжеимамов, отмечает Гирихан Джанхотов. Они прикрывают свои агрессивные убеждения пацифистскими речами о мире на земле, в то время как на самом деле внушают своим последователям нетерпимость и агрессию к людям с другими взглядами. Люди должны понимать, что ислам была и есть религия мира и добра, которая призывает своих следователей жить в гармонии и согласии. Субтитры создавал DimaTorzok На встречу со студентами приехали и представители районной администрации. Они подробно разъяснили проявления экстремизма как в молодежной среде, так и в обществе в целом, цели, преследуемые экстремистской идеологией, а также причины и последствия распространения экстремизма в современном обществе в целом. Во время профилактического мероприятия удалось рассмотреть довольно широкий круг проблем. Когда не было интернета, сайтов, всяких запрещенных интернет-ресурсов, они образовывались из всяких ячейки, группы и вербовали там. А сейчас все это у нас происходит на интернет-сайтах. Там есть те каналы, которые у нас запрещены в законодательстве Российской Федерации, но, тем не менее, эти идеологи, они умудряются вовлекать туда нашу молодежь. Не посещайте эти сайты и ни в коем случае ничего там не комментируйте и не ставьте лайки. На лекции участники обсудили не только понятия терроризма и экстремизма, но и меры противодействия террористическим и экстремистским организациям, поскольку в настоящее время социальные сети стали мощным инструментом вербовки подобной организации, здесь были раскрыты принципы работы вербовщиков и основные манипуляции, к которым они прибегают при общении с потенциальными жертвами в сети интернет. В начале 500 тысяч вентиляционных человек в Латаяху 500 тысяч вентиляционных в Москве в Москве в Москве. Люди, вовлекающие молодежь в подобные группировки, являются по сути тонкими психологами. Так как у терроризма нет национальности, вербовщиков трудно распознать сразу. В процессе общения с жертвами они добиваются расположения, определяют уязвимые места, а затем начинают оказывать на них воздействие для достижения собственных целей. Но эти студенты сегодня обезопасены от лжепроповедников. Многие сегодня еще раз убедились, что терроризм и экстремизм – это зло, которое рушит как чужие судьбы, так и судьбы самих исполнителей. Терроризм – это плохо, потому что терроризм несет за собой множество смертей. Сегодня, на сегодняшнем мероприятии нам повторили об этом, сказали, что терроризм – это плохо, и нужно избегать подобных предложений. Многие люди становятся жертвами. Я бы не хотела стать террористкой, например. Короче, для меня терроризм – это очень плохо. По окончанию мероприятия для студентов в колледже провели викторину на знание религии и ислам. Узнав, как можно больше о вере становится явным абсолютно для всех, в исламе нет такого понятия, как терроризм. Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магаз 24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...